Пойду. Пожалуйста, проходите. Конечно, конечно. Ты подходишь вот сюда, ходишь на зелененькую. Тебе вот мастер-то покажут. Кто был? Так, молодежь. Вы чего это там третесь? Вот здесь. Давайте сюда вот двигайтесь. Там нет зрительных мест. Зрительный метал у нас есть здесь. Валер? Здесь и здесь. Да. В чем дело? Ты ходишь перед колонками и микрофоны заводятся. Это колонки стоят не в том месте. Я буду здесь вот находиться. Ближе к вам. Прекрасно. Это хорошая идея. Давай протестируем здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Всем слышно? Слышно. Так. Представляем. Почему синим? Не на синим. Надо светлый. Это белый. Это ты попросил? Да. Получаешь удовольствие? Получай. А значит... Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Я снимаю. Я руководитель этого театра. И сегодня у нас спектакль по произведениям и вообще про Аркадия Вершенко. Быстренько хлопаем. Кто знает, кто такой Аркадий Вершенко? Никто не знает. Никто не знает. Нет, нет. Есть старшее поколение. Знаю. А тогда давайте спросим. Мне интересно. А сколько тех, кто действительно не только знает, но и читал произведения Аркадия Вершенко? Похлопайте. Мария, а не кажется тебе, что ты задаешься? Ты стой, пока тебе слово не дали. И спокойно. Стой, как говорят. Спокойно. Ладно, давайте представлю вам. Мария, одна из самых талантливых артисток нашего театра. Аплодисменты. Подает надежды. Немножечко иногда задается, взрывается, лезет в бутылку. Но от этого не расстрахован ни один артист. Итак, как я уже сказал, про Аркадия Вершенко у нас много слов. Текст видно у меня в руках. Текста очень много. Мы его весь не выучили. Более того, по дороге из Севастополя, дорога длинная. Ехали мы своим ходом. Мы потеряли... Километра. Спасибо. Мы потеряли артиста. Нам теперь не хватает одного персонажа. Нам нужен человек с труппой, который... А. 18 плюс. Б. Умеет говорить. И Б. Умеет читать. Есть такие? И... Это все еще я. Вот она. Вот она. Иди сюда. Иди сюда. Красавица. Как тебя зовут? Даша. Аплодисменты Дарье. Новая артистка. Новая артистка. Наверное. Молодец, Даша. Чтобы все увидели. Дашенька, ну, сценический опыт у тебя есть. Ты же подаешь надежды, таланты. Танин. Песня. Все это есть. Моя есть. Она расскажет тебе, что нужно делать. Передаст весь текст. Тебе нужно будет его выучить, пока ты будешь смотреть спектакль. То есть вы все будете смотреть спектакль, она будет учить. Повезло. Аплодисменты. Еще раз. Все. Хватит инструктаж. Потом все поймешь. Я тебе дам дарьяку. Дам тебе сигнал. Ты его ни с чем не спутаешь. Это будет однозначный сигнал. Когда нужно будет произносить весь свой текст. На место, пожалуйста. Максимально, национально. Потому что микрофонов всего два. И они очень заводятся. Давайте, давайте. Мы все уже заведенные, как эти микрофоны. Артисты, вышло театра «Мягкий знак», они бесстыжи. На сухой ходе уже. Судят горячую воду на холодном тульском ветру. И пора бы им прекращать. Напоминаю. Что во время спектакля можно сидеть. Здесь. 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 И даже здесь. Но ни в коем случае не там. Потому что там сидит звукарик. Вы знаете, кто у нас звукарик? Нет? Звукарик, иди сюда. Сейчас. Вы видели? Суд боя в начале спектакля? Нет? А это потому что мы его очень уважаем. Это не просто звукарик. Это лучшая актриса. Не какая-то подающая надежда. А уже дорекомендовавшая из себя. Валерия. Пожалуйста, выходи. Валерия. Аплодисменты. Хорошо. Хорошо. Там просто пола на тонком ходу. У него обувь. Она чуть-чуть замерзла. И беги. Все. Беги грейся. Давай, 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 пошел. Все. Начинаем. У меня так же. У меня так же. У меня так же. Очень хорошо. Прекрасно. Умираешь? Умираю, так точно. Ранен? С ума ты сошел, что ли? Как я могу быть ранена, если я носила на себе самого Вильгельма Гагенцоверна? Да мы за сорок верст к линии огня не приближались. Папа Илью? Ничего более ядовитого, более насмешливого ты не мог сказать. Папа Илью. Да я и умираю-то от жажды. Умираю, потому что уже несколько месяцев принципиально ничего не пила. Умираю, потому что доверчива уж я очень. Ты там бормочешь и принципы. Ты что, давно не доставал, чтобы у какой-то несчастной лошади были в свои принципы? Слушай. Ну? Я что-то хочу у тебя спросить. Ладно, спрашивай. А ты не обидишься? Говори. Говори. Послушай. Правда, что у вас, у людей, есть выражение «врет, как сивый мир». Правда. Так смотришь, голубчик, я сивая? Пожалуй, что и так. Мерен я, черт возьми, или что я такое? Не без этого. Прекрасно. Значит, мы можем непреломно установить, что я именно и есть сивый мерен. Ошибка тут не пали в окно. Значит, по-вашему, я идеал вранья. Значит, смысл и цель моей жизни только в том, чтобы врать. Вернее, хорошо. Все время это волноваться. Какая разница? Ведь через несколько минут я все равно протяну ноги. Заберите вы. Аркадий Оверченко родился, как вы поняли, уже в Севастополе. В семье небогатого купца Тимофея Петровича Оверченко. И Тусанны Павловны Заброновой, жены. У него в семье было 10 детей. Кто там, когда родился, уже и не помнит никто. Жена была безграмотная. И Санна Верченко постоянно называл даты своего рождения разные числа, разные года. И так до самой его смерти никто точно не знал, когда он родился. Но случилось чудо. Наши соотечественники, севастопольские архивисты, установили дату его рождения. Мария Дубайкова. Наши севастопольские архивисты совершили настоящий подвиг, потому что они установили, что доподлинно стало известно, что настоящая дата рождения Аркадия Оверченко стала 15 марта 1880 года. Аркадий Оверченко родился с болезненным ребенком. Его учиться в гимназию не взяли из-за близорукости. И он вынужден был обучаться на дому с помощью своих шестерых сестер. Потому что брать его еще в младенчестве почистил. Учиться его было тяжело. И в какой-то момент наступил день, когда отец Оверченко полностью обанкротился. И семья его оказалась в трудном материальном положении. И в связи с этим у меня к вам просьба. Даже предложение. Если вам не безразлична судьба детей, которые по причине того, что у них нет средств, нет каких-то денег, не могут они учиться, их не берут учиться, их не берут играть с собой, их не берут в армию, еще куда-нибудь в какие-то хорошие места не берут. Поддержите молодых талантов, которые, может быть, станут будущими звездами отечественной культуры, искусства, науки и других отраслей. Проявите свое гражданское участие. И, быть может, очень скоро наша страна пополнится такими яркими в нами каких-то светил. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, что все средства пойдут на поддержку этих детей, не сомневайтесь. Спасибо за вашу плату. Артистов уличного театра «Амянки» на окне есть очень талантливые дети. Они подают большие надежды. Спасибо. И всего ничего им не хватает на учебу и еду. Как я уже сказал, мы играем на спектакль не то, чтобы про жизнь и творчество Аркадия Аверченко, а про его взгляд на мир. Лучше всего человека можно узнать по тому, как он реагирует на действительность. Артисты, хватит. Все. Без бежи. Заканчивайте. Продолжайте. Такую штуку можно продать не меньше, чем за 15 рублей. А материал стоил 30. Ты молчи. Ты ничего не понимаешь. Конечно. Ты много понимаешь. Лучше бы он деньги отдал. Ты ничего не понимаешь. Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты послушала бы, как он о военных порядках рассказывает. Да нам. Да что с этого. Мало ли кто был на войне, так и всем давать в долг. Ты ничего не понимаешь. Разрешите представиться Аркадий Аверченко. Еще за 15 минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе кустяшное указание я делаю лишь потому, что желаю оберегить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием подписывалась непременно с момента рождения. Ну, вот. Приглядевшись к окружающему миру, я решил... Извините, пожалуйста. Ой! Полный момент. Два восемь сот! Благодарю. Так вот, после появления на свет, приглядевшись к окружающему миру, я понял, что мне нужно первым долгом вырастить. Я исполнял это с таким тщанием, что в восьми годам увидел одна же отца, берущий меня за руку. Конечно, из-за этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки были не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, наклакучил себе и мне на голову по шляпе, и мы вышли на улицу. Тебе надо учиться. Очень нужно. Не хочу учиться. Почему? Я болен. А что у тебя болит? Глаза. Пойдем к доктору. Ты, мальчик, ничего решительно не видишь? Ничего. Надо тебе служить. Я не умею. Сережа служит, а ты еще не служишь. Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет, а ты? Сережа, может быть, дома лягушек нет? Так и мне прикажете? Прикажу, если понадобится. Черт возьми! Я сделаю из тебя желтого. Лиза, ты где ходишь? Медленно. Замерзли все. Поклопайте, чтобы они быстрее начали ходить. Давай. Так, поехали. Что ты села? Поехали, говорю. С 15 лет Авершико начал работать в транспортной организации, которая перевозила разные грузы, лед. Его туда взяли на должность пиццаря. И он-то проработал около 4 лет, а потом отправился на угольные шахты Донбасса. И там жизнь на шахте была серой, бесперспективной, работали тяжело, не весело. Единственный отпущенный рабочий, выносившийся хоть какую-то разнообразие в эту серость, была пьянка. Порой беспощадная и беспробудная. Но в 90-м году стало известно, что их контору, которая перевозит в разные группы, перевозит в город Харьков. И на новом месте Аверченко буквально ожил. У него появились новые силы и желание заниматься литературным творчеством. Стоп. Стоп. Спасибо. Очень хороший аспальт. Гладкий такой, прям удобный. Творчеством заниматься хотят все творческие люди. Вот я, как руководитель творческого коллектива, заявляю, что мы бы с удовольствием покорили сердца зрителей и в Харькове, и в Запорожье, и в других местах старых и новых регионах России, в регионах среднего возраста. Но поездки по этим городам очень накладны по бюджету для этих городов. Поэтому давайте поддержим наши регионы. Если вы не равнодушны к положению в нашей стране, проявите свое гражданское участие. Кто сколько хочет. Кто сколько хочет или может, как кого совесть позволяет. если вы не дали никаких денег, мы вам для этого ничего не сделаем. Но будем думать о вас хуже, чем о тех, кто дали. И мы поедем и помчимся на оленях утром ранним. Все, продолжаем. первое день моей службы. О, это, наверное, и есть главный агент. Здравствуйте, как девушки? Ничего себе! Зовитесь, поболтаем. И что ты, болван, до сих пор даже пыли не стер? Здравствуйте, как живете, можете? Ничего. Вы, на что вы служащий? Очень рад. Как-то вы, дьявольский термонет, заготовляете рейстрат. Выгоню я вас, если будете продорничать. вы, 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 вы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот и будете мечтать в Константинополе об Испании Отошли! Отошли! Все встали! Что-то вытащили Прекратили безобразие. Что за зрители? Уйдите. Кто вас просит так сильно помогать? Погоня должна была быть. Бездыши пошли Они мешают, потому что они молодцы Те говорят, какие вот люди в Туле? Говорят, хорошие люди Я думаю, странно какое-то определение, хорошие люди У других спрашивают, какие люди? Говорят, хорошие люди Странно. Пошел, сам подпрашивает, ну хорошие люди Что за такая странность какая-то? Хорошие люди? Ну ладно В 1920 году Аркадий Авершенко отправился в эмиграцию На родину больше он не вернулся В эмиграции занимался литературным творчеством, работой театром В Севастополе Под названием «Гнездо перелетных птиц» И они прилетали во всем городам и ветям Что это? Хочешь загладить вину наших оболков? Перед зрителями? Давай, сейчас будет фокус Внезавстые фокусы Новая рубрика в нашем театре Отлично Значит, что я про... А, правильно Что он... В Европе ему было не очень хорошо С одной стороны, с другой стороны, хорошо Хорошо, потому что там было много беженцев в России Он чувствовался как дома А с другой стороны, он не знал ни одного европейского языка Здесь ничего нет Здесь тоже Все видно Ну вот И... Вот какой-нибудь из вас европейские языки, знаете? Есть? Английский? Ну ладно Это житель Осторожно Смертельный номер Сейчас Мария Поместится в этот ящик Я произведу фасы руками И она Окажется в другом ящике Внимание Мария Волниеносно Оказывается Внутри ящика Наверное, не будет ящика Это для возникновения Да Давай вот Внезавнего Давай, давай Секундочку Аплодисменты Молодой Голандливой Актрисе Марине Поддержим мы вас Молодого в Пороте Давай, поставим ап 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 Али Оп И выдохни И Ах Продолжение следует... 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 Ах, да, поиграем, очень быстро, волненокно. Мари, давай. Кот, кот, кот. Что в том? Врёт, как сивый мерин. Уморить вы меня хотите от смеха. Скажи ты мне теперь вот что. Когда император даёт какое-нибудь слово, можно ему верить? Без слов. Вот так же думала я. Глупый, сивый мерин. Увы, это будет стоить мне жизни. Да что с тобой? Я умираю от жажды. Почему? Вон, недалеко речка. Какая? Ну, какая речка? Чёрт её знает, её даже на двухквёртной карте нет. Тут и оно. А мне, братец? Не вам нужно. Ещё чего вы думаете? Послушай, если десять месяцев тому назад император Германии выходит вдруг перед фронтом, держа меня под усцы, и говорит громогласно, так что все слышат, и я слышу, солдаты, я вас приведу в Париж, даю вам слово. Не пройдёт и двух недель, как я буду поить свою лошадь водою сены. Должна я этому верить, или нет? Конечно, если бы оператор при всей моём слове... То-то и оно. Ну, просыпаюсь утречком ровно через две недели, и что же? Начинаю поить меня из ведра около какого-то деревенского колодца. Как я не вспыкала, не отворачивалась. Это животное всё-таки вкатило мне всю порцию. Смолчала я, затаила обиду, нечего сказать, думаю. Говорят, врет, как сивый мерин, а сами-то... Ну, а что дальше? Хорошо-с. Проходит некоторое время, однажды смотрю, опять тячит меня под усцы, опять речь, опять солдаты, мы идём на коле, а оттуда прямая дорога на Англию. Не пройдёт и трёх недель, как я буду поить свою лошадь водой из термзы. Ладно, думаю, слыхали. Тебе нельзя волноваться. Отстань. Проходит три недели, проходит четыре недели, хоть бы капелька демзинской воды у меня во рту была. Опять на ду. Два месяца тому назад, да вдруг опять хватает меня под усцы тащить куда-то. Сразу догадалась я, в чём дело. Опять врать идёт. И почему он без меня врать не мог? Почему, когда он начинал врать, обязательно нужно было меня под усцы держать? Вдохновляла я его, что ли? Или думал, втихомолку всё на меня свалить? Рядом, мол, стояли, неизвестно, кто из нас двух говорил. Так а что он в третий раз обещал? Из Невы поить. Ровно говорит, через пятьдесят дней буду свою лошадь из Невы поить. Тут, знаешь, даже мне за него стыдно сделалось. Ладно, думаю, если в третий раз заврёшь, и сдохну, а докажу, что у меня свои принципы есть. Ну, и что же? Ты сам видишь. Полторы недели тому назад пятьдесят дней минуло. И вот я... У нас Невская вода нехорошая. Для меня принцип важнее. Ну, потом, не виноват же Вильгелью, что русский не пустили вот Петроград. Не обещай. А ты знаешь что? Попробуй тебе сдаться в плен. Может, тогда и напьёшься Невской воды. Не хочу. Компромисс. Послушай, неужели ты не понимаешь, если мой император врёт, как сивый мерин, то дай возможность его сивому мерину сдерживать своё слово по-императорски. Академия. Компромисс. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан!